Дамы и господа, всех приветствую в этот зимний, ноябрьский, 26 ноября, сегодня на дворе. У нас сегодня в этот воскресный вечер пашет снег, выпало его немало, ребят, снегуборочником или лопатами чуть-чуть почистили. Я прям ради вас, после недлительной болезни, выхожу на улицу и начинаю этот обзор с героя обзора. Это Джили Манджаро. Это один из флагманских автомобилей, на мой взгляд. Мне вот он очень нравится, я честно, вот, ребят, подумываю взять себе такой автомобиль. Он у нас сейчас пока в пленке, но это сверх охерительный автомобиль, это очень стильный, ну, стиль наш и все, да, автостиль. И хочется сказать, что в комплектации с Боус здесь штатный усилок, штатный САП, а звук говно. Я нет одного владельца Манджаро, ты слышал. Что можно сделать, как победить? Мы придумали, с коллегами советуемся, делимся опытом, делимся опытом с ребятами из Казани, Чебоксар. Подчерпываем опыт у более старших и опытных сотрудников в автозвуке, да, в сфере караудио. Это с питерцами, с ростовчанами. Калек, что? Будь добру, пока. И, Никитос, а мы с тобой начинаем видос, да. Суть такая, представляю ваше внимание Никиту. Никит, ты заметил, да, сейчас, ну, все больше и больше поддержки в твою сторону? Красавчик. Вот. Не хватает огня, ему говорят, Антох. Не хватает энергетики и харизмы. Не-не-не, он все нормально, все. Москва не сразу строилась, да, Никит? Да. Как кто-то написал? По моему мнению, да, Антох, вроде что-то это. По моему мнению. Да. Мы не будем так больше говорить, да? Или будем? На наш взгляд, на наш взгляд так будет, на наш взгляд так будет, да? Правильнее. Вот на наш взгляд, вот это охуенная тачка. Вот смотрите, какая строгая, вот такая вот вертикальная радиаторная решетка. Это автомобиль приехал из города Невест. Если быть точным, город Кинишма, Ивановская область, это не совсем Иваново. Круговой обзор. Нашпиговано до зубов. Но аудиосистема оставляет желать лучшего. Про Эдти Гуан вам расскажем в следующий раз. Илья, наверное, больше рассказывать буду, да? Вы соскучились уже, наверное, по мне? Дайте, пожалуйста, комментарий, дайте обратную связь. Никит, я передаю тебе эстафету. Друзья, приветствую всех. Меня зовут Никита. У нас в работе Джили Манджаро. Я немного покажу промежуточную этапа. Багажник у нас уже заклеен. Там первый слой 6-миллиметровый Интрига СТП. На арках второй слой у нас Брома. Тут пока скотча нет, но он обязательно будет. Парни просто немного не успели. Рабочий день уже закончился. Вторым слоем на вертикальной поверхности у нас Нойсблок. Все у нас тут плотненько. Все отлично. В крыльях у нас 4-миллиметровый Дженнио СТП серия РСЛ. Двери. Первый слой 6 миллиметров. Второй слой 4. Спереди все то же самое. У нас тут, наверное, на этапе зародыша протяжка проводов. Очень тяжело это, если честно, делать. Я процесс, если завтра успею до парней добраться, то подсниму. Реально очень тяжело. И видео должно получиться информативным, если я до них доберусь. Вот. То есть тут у нас фишка. Тут у нас тоже фишка. Надо ее рассверливать аккуратненько. Надо знать, где сверлить. То есть все вот эти нюансы постараюсь показать. Сейчас за провод потихоньку дергаю. Вот он. Тут красавец. Скрывается. Вот. Потом вот этот провод. Кабель. По разуму себя называют. Пойдет аккуратненько по порогам. Он тут будет не один, естественно. Посмотрите, какой салон. Шикарный. А говорят, китайцы ничего не умеют делать. Прекрасное авто. Мне бы вот такое на день рождения подарили бы, конечно. Под капотом у нас пока ничего не сделано. Кстати, спойлер. Небольшой. Вернее, не спойлер, а, наверное, похвастаться. Нам привезли вот стеллажи. Они будут стоять где-то вот там примерно. Парням привезли, чтобы... Ну, для их же, как говорится, удобства. Машин мы, естественно, заклеили там, где нужно. Чтобы, не дай бог, ничего не испачкать. А там, к тому же, и не поцарапать. Вот. Так, сейчас вот Николай протягивает провода. Коль чуть помешает. Кто-то там просверлил аккуратненько. Выходное отверстие. Сейчас он будет их туда затаскивать. Что сложнее, Коля? Вот здесь сверлить, а потом здесь протаскивать через резинку. Через резинку. Она тоже там прям впритык. Тут просто дело какое-то. Вот резинка прям впритык со всей косой. И тяжело как бы протягивать. Сейчас он через выходное отверстие вытащит. Будет уже здесь цереть. Ахуя, на восемь шумит. Ахуя, на восемь шумит. И почти все там останется. Через вот такую же резинку протянуть его в дверь. У нас все будет вот так вот в змейке аккуратненько. Ну, а потом будут просвернуть знамя. Друзья, день третий. У нас жили уже на завершающем этапе. Подкапотка готова. Затем я снимал видео там в Селеграме. Если вы следите, то знаете то, что я сказал. Что это специальное техническое отверстие. Я вас обманул. Это не техническое отверстие. Это было оставлено для того, чтобы владелец смазал замки по его просьбе. Вот просто парни, когда клеили дверь, его немного не дождались. Но потом, естественно, заклеили. Задние обшивки уже собраны. Усилители у нас не каким-то образом расположились. Сейчас потихоньку она будет, машина, собираться. Вот, сегодня уже ее настроят. Продолжался также у нас в работе Hyundai Elantra. Об этой системе немного позже. Ребят, ну и вот здесь вот я очень... Вот оттуда, наверное, лучше показывать, Никит. Я собрал для вас конфиг-аудиосистему. Вот здесь все двоечками идет. Да, там раз-раз. Терция. Передние и задние двери. Двухкомпонентная акустика. Шелковый твиттер. Вот такое звучание. И точка. Терция K2. Что-то в районе 32 или 3900 стоит. Пара динамиков. Штатные динамики у нас вот такие. Я, честно, первый раз увидел штатный динамик вот с таким вот подвесом. Смотрите, ширина подвеса почти больше сантиметра, да? Смотрите. Я так понимаю, они играют глухо ввиду своей подвижной системы. И негромко ввиду малой площади диффузора. Ну вот, зато здесь красиво, сука. Если здесь подсветить, здесь будет прям на перстку. Бим-бим-бим, да? И катушка здесь сколько? Один дюйм или 1,25? Высокочастотники, другими словами, твиттеры. Здесь вот, да? Маркировка Боус, видим. Вообще децельные. Ну сколько вот они тут? Ну, я не знаю. Тут даже меньше дюйма. Может быть, 0,95. Двоечка следующая. АМП Пиромания и АМПП Конт. Восьмиканальный процессорный усилитель по 80 Вт в канал. Два канала сюда. Два канала сюда уже 8, да? Получается раз, два, три, четыре, плюс четыре, восемь. По канального усиления. Но не все так просто. А не просто почему. Ситуацию... Расскажу вам прямо вот на пальцах. Есть два типа автомобилей Джилиманджаро. Те, которые куплены у официального зилера. Официально привезенные в Россию. И есть по параллельному импорту. Из Казахстана, из прилегающих стран. И вот, если автомобиль приехал к нам из... Неофициально, так вот скажем, да? Через многих импортеров они завозятся. То будет следующая жопа. Мы с ней, честно, не столкнулись. Но по опыту наших коллег, там, сука, есть определенная какая-то фишка. В двух словах, стоит два датчика. Слева-справа, впереди. И один датчик сзади. Другими словами, какой-то шумомер, который снимает какие-то показания. И вот как только частота вращения двигателя достигает полторы тысячи оборотов, там у нас штатный сабвуфер, штатный усилитель подкидывает низкую частоту для подгазовки. Вот это... Чтобы было, как у Харлей Дэвидсон. И получается следующее, что нами усиленный сигнал еще больше становится. И то есть, получается, в наш новый саб летит сигнал такой... Ну... Нахер он не нужен. Как это можно сделать? В этой тачке, я очень надеюсь, что можно убрать галочкой. Но если машина введена по параллельному импорту, то вот эта штука уже не справляется. Нужен Хеликс или Матч. У нас есть в наличии и V8, он стоит 119 900, и есть Матч АП 10, он стоит 105 тысяч рублей. Это стоит немножко дешевле. Почти в два раза. И вот как бы вот приходится жонглировать. То есть, видите, игра на грани фола. Ну и третья двоечка у нас это М1 от Хеликса и К12W тоже от Хеликса. Сабвуфер у нас работает в закрытом ящике. У него очень большое преимущество, что у него тонально точный, мощный и плотный бас. Сеточка в комплекте. Правда, стоит он сейчас почти там что-то 18 или 20 тысяч рублей. 27 900 стоит М1. При параллельном соединении на мощности этого усилка хватит. Ребят, собственно, всё. Вот такая простецкая аудиосистема, но не простецкое подключение. Что же там непростого? Ещё раз повторюсь, штатный усилитель. Штатный усилитель у нас, зараза, специфичный. Он у нас стоит под правым сидением. Он у нас здесь расположился. Мы с него сняли сигнал. Вот он, голубчик, стоит. Так, сейчас я вот так вот лбом подержу, чтобы не выдрать разъём. Так, чтобы у вас было понимание, я вот так вот стою. Хаббл-бэбл. Хуяк. Вот он. Короче, все подключения тут. Никитос, я тут, чтобы не вырвать. Всё норм. Мид-басы установлены в штатном доработанном месте. На болтах жёстко крепятся к металлу двери. Дверь у нас вибро-шумоизолированная, RSL 4, 8 Intrigo и Genio. И вот здесь вот в штатных стойках с шильдиком Bolls установлены твиттеры. Здесь в передних стойках и в задних. В задних дверях они установлены у нас вот здесь. Задние двери мы уже собрали. Здесь тоже шильдик Bolls. Не всё так просто. Шумоизоляцию полностью этого автомобиля мы не делали. Мы делали лишь частично. Ну а багажник в этой машине проклеен топовыми материалами от STP. 6-миллиметровый сэндвич. Другими словами, гранулированный RSL Intrigo. Поверх мембраны, но из блок. Арки колёс у нас STP Bromo. Всё очень плотно. Пластик, крышка проклеена. Но есть нюанс. При простукивании это да и добежит спойлер. Что с ним делать? Не знаю, может стекольным герметиком или просто монтажной пеной залить. Так. Здесь у нас расположился процессорный усилитель MP Pyromania. Здесь моноблок. И пока вот в таком исполнении я сейчас доеду, куплю или не сейчас, а завтра синтепона, потому что вот в этот ящик я считаю, нужно набить ещё синтепон. Мы его вибрируем. У нас двойная стенка. Кто-то сейчас напишет, что вы долбоёбы. Вы делаете неправильно, но это ваше мнение. А как говорит, сколько людей, столько и мнений, да? В общем, все входы усилителя у нас задействованы. Ни одна пара, ни две, ни три, а все восемь. Для того, чтобы смешение сигналов происходило синхронно, для того, чтобы работал парковочный задний ассистент, передний ассистент, для того, чтобы вот эти динамики играли не среднечастотный диапазон, а мидбасовые тоже захватывали, а мидбасовый в этой машине играет от 60 Гц первым порядком, пришлось, так скажем, маршрутизацию каналов немножко поменять и сделать не совсем стандартной. Но ничего сложного в этом нет. Ребята, я обещаю, что мы сейчас, когда его соберём, плёнку снимем и покажем всю красоту вот этого китайского автомобиля. Тут, наверное, уже много таких похвальных моментов, да? Много таких аллегорий и ласкательных слов было сказано в адрес вот этого китайца. Но я думаю, он заслуживает это. Вообще, ну, тачка стильная, да? Я ещё раз повторюсь, вот, ну, я грешным делом уже так присматриваюсь к этой машине. Нравится мне её дизайн. Всё. Здесь у нас моноблок. Он выключается вместе с процессорным усилителем, потому что процессорный усилитель управляет моноблоком по рему. Здесь у нас пока вот на такой стадии панель управления. Почему? Потому что нужно будет уже согласовать с владельцем, как это всё подключить. Здесь у нас двойной дисплей. Ну, вообще, вот, очень-очень напичканный и очень стильный автомобиль. Скоро прослушка, сборка финишная. Ну, и двигаемся с музыкой. Ребята, радуют, что здесь всё работает без посторонних шумов. Субтитры создавал DimaTorzok Даже в видео постарался вот туда вот добраться, чтобы... Ну, пультик управления процессором у нас установлен слева. А здесь у нас ещё вот есть монитор. Этот для пассажира, а этот для водителя. Были у нас нюансы на частоте 3 килогерца, 2,5, там, 3,150 были у нас. Пришлось горбами душить, эквалайзер немножко погнуть. Так. Заходим. Так. Очень так шустро, быстро. Так, где у нас рок-рок? Сюда? Хочу послушать о многим любимые песни, да? Мне нам такое не надо. обещание день, когда я сосед... Так, пардон, пардон. Наши леты это стрекало, да? Так, так. тут не все так просто. Я левой рукой нажимаю. Так, где ты была? седая ночь, спички. Лесня, крошка моя. Вот она. Вот эту песню я бы хотел включить. темная ночь, строит под простыню. Это для нас, чтобы запомнилась. Музыка громче, глаза закрыты. ты не захочешь, ночью открытий, темная ночь. Ребят, здесь вот полоска твиттер и мидбас. Твиттер и мидбас. у нас машина сейчас работает. Здесь у нас под капотом штатный аккумулятор, здесь мы видим подключение к плюсовой клемме, предохранитель и провод уходит в салон. Здесь такое же двойное закрытие, как на всех автомобилях джили, то есть у нас получается, раз, рычажок бросили, на себя у нас приоткрылся капот, никаких лапок. Второе нажатие позволяет открыть капот. Владелец говорит, давайте вашу рамку, а у нас, к сожалению, закончилось. Так, здесь у нас музыка громко играет, у нас здесь моноблок, процессорный усилитель. Это я сейчас уберу. Очень удобная функция, да? Раз. Мы сабвуфер можем спокойно вытащить и вытащить из машины. А сейчас все спокойно. Здесь такая же полуобзятая полоска. Тут полоска сзади, но настройка немножко другая. От 65 ГГц старым порядком работают медбасы. Задние медбасы, поскольку они изначально заложены, что средние частоты динамики, они у нас до 5 кгц с четвертым порядком работают. Передние играют от до двух первых, то есть там плавные куски. Ну и пищалки играют от двух 300 чистым порядком. Вот, насколько я помню, по-моему, такая настройка, там само собой штрафовая коррекция, эквалайзер, не сверх такая простая типовая настройка, но тем не менее. Да, вот это все железо у нас сейчас будет уложено в багажник. мы можем сказать с хозяевами настраивали эту машину. Никитош, ты хочешь что-то видеть? Я старался. Бои добро, да? Все, Никит, мы отдаем машину. И суть такая, да, что я вчера, позавчера тоже крутил-крутил, потом, думаю, все-таки у хозяев, так скажем, это два брата, они приехали музыку року о направлении, да, помните тот прикол из Камити-клаб? Ну, ситуация такая, что да, я тут иногда беспомощен, то есть лучше с владельцем вместе сидеть и настраивать. Антон, иногда лучше под под владельца подстраивать систему, нежели под свое. Антон сейчас у нас делает очередную конфигурацию вот в этот Тигуан, то есть, да, у нас получается нон-стоп. Ребят, давайте будем нон-стоп, двигаемся с музыкой. Я ненадолго пропал из видео, а вернее, Никита, да, просто перехватил эстафету. Но я вам обещаю, что мы будем с вами видеться чаще, вернее, почти каждый день. Двигайтесь с музыкой, вот такой вот интересный автомобиль был у нас в работе, мы его делали не впервые, мы такие делали машины, но делали, машины заезжали по другим работам к нам в установку, в установочный центр. Шелковый твиттер, да, Дим? И щелки. А что ты вот такие? Все, ребят, двигайтесь с музыкой, есть о чем рассказать. Что там, вкуснятина показать? Ну, вообще да. Да, Дима сейчас меня позвал, говорит, давай, давай, покажи, что вот здесь на вилочках сделано. Сейчас сфокусирую. На термоусадочки, что на это время уходит очень много, что здесь у нас собственно, так же, как и в Джиле Манджаро у нас уплотнительные колечки. Ребят, ну, не прощаемся, надолго двигайтесь с музыкой, короче, всем пока, будь добры. Среди старинных домов и дворов Арзамаса, слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром, как кикатит, топит фронтера, валит автостильно, положит своя атмосфера. Вибра.